всем привет с вами негатив сегодня морская заруба давно уже не было против поэта 26 ранг и медбрат 25 ранг пошел я с броули ринг звал с рингса мы здесь не затащили бы 100 процентов хорошо что пошел наверно с броули смотреть его развертку то есть он через 2 из дэшки сразу же выставляет вот сюда торпедку и пушку это очень грамотное решение потому что у них базы довольно таки близко то у нас они здесь разделены вот этими аппендицитами и поэтому у нас не все так гладко не знаю кто где сейчас тоже вот начал записи проглядел честно говоря кто был синим игроком кто был зеленым ну там отмотайте если что гляньте в общем прошел сбор ресурсов броули к сожалению не успела здесь каймана произвести может ресурсов не хватило не знаю отдал им свой ящик синему игроку но он его здесь изрядно потрепал то есть две верфи синий игрок с развертки поставил но торпедки ему эти обе верфи забрали я как бы эту картину увидел и сразу же апнул вверх до аллигаторов то есть не стал вставлять 7 cс и так далее то есть я подумал что есть шанс быстренько зарашить именно синего игрока моими аллигаторами пока броули развивается он во втором штабе вот уж только в третий выходит и начинаю отправлять весь флот ему чем занимаются игроки пока непонятно разведать нам нечем он произвелся койот броули просит разведку поплыл но пинганул я здесь и в общем кайман не успел уйти в сторону в результате был потерян от торпедок в общем что там на базах происходит непонятно здесь вот интересный такой момент сразу раз застройка стенками разведка уже не проедет ну а здесь меня встречает крепа и несколько штурмовиков здесь бункер и в результате я увидел только третий штаб завод первого уровня и в принципе достаточно достаточно но верфи я пока что не увидел здесь вот прислал одну стрекозу посмотреть вообще сколько торпедок стоит потому что у меня как бы здесь 6 аллигаторов плюс 2 у броули то есть я не покидал идею именно зараж то есть я ни на что не трачусь не на торпедке и так далее здесь у броули уже начал опасаться за меня горит торпедки ставь ну ладно уговорил и вот здесь тоже приличная флотили выставляет он еще вот так наглую торпеду я снова стрекозу соответственно сюда заслал и посмотрел что здесь происходит пишу ему атакуем но не слаженная атака получилось хотел он дождаться когда достроится его торпедка но пока она строилась тут бы еще в пару викингов вылезла и все начинаем в общем мы пробивать потихонечку флота у синего игрока не так уж и много здесь вот снова торпедки достреливают выбили мы одну торпеду ему но здесь нюанс такой то что я флотом пошел отсюда и здесь вот нарисовалась ракетка еще вдобавок и она очень сильно накидала в общем отступаем мы флотом торпедка достреливает то есть флот синего игрока получает ну а здесь идет вот такая вот мини атака на меня благо я все-таки две торпедки поставил плюс здесь три коза один аллигатор вылез сейчас еще один вылезет и в результате давайте смотреть получится у него что-то убить или нет в общем вообще 4 викинга в ноль то есть ни одного аллигатора даже не убили стрекоз спамлю сюда мы здесь постоянно пытаемся напрягать синего игрока дабы он здесь не выставил еще торпед стрекоз я вот так вот повесил чтобы флот зеленого игрока он не может вот здесь под торпедами пройти то есть ему по-любому идти через стрекоз они свой урон тоже будут наносить вот ракетку и и конечно раньше надо было выбить очень сильно накидывает она в общем пытаемся пытаемся совместными усилиями пробить синего игрока выбиваем еще одну торпедку но опять же идет на подмогу зеленый игрок стрекозы как я говорил накидывают здесь я уже во фланг захожу викингом то есть весь до заказ по-прежнему идет к броуле и в принципе торпедки мы опять выбили но добивать нам нечем нам нужно выбить эту ракетку выбить вот эту торпеду и в принципе мы бы пробили но увы у нас не такой большой до заказ всего шесть аллигаторов и снова выстраиваются торпеды и пробиться мы к сожалению не можем ракетка тоже защищает пишу то что я буду атаковать эту точку потому что сейчас станут эти две торпеды и мы опять не подойдем до заказ викингов то у них идет то есть флот будет копиться но плюс еще оборонка то есть нужно ломать эти торпедки пока они строятся ценой аллигаторов еще выбиваем первую здесь ставится верфи постоянно чтобы они урон впитывали и вот здесь я решаю фокусить эту ракетку потому что она слишком много урона наносит броули принимает вот этих викингов ну и плюс стрекоза здесь какой-никакой урон тоже потихонечку наносит чем ракетку мы выбили осталось там еще одна снова устроиться торпедки снова нам дожимать нечем просто-напросто присылаю два аллигатора опять же здесь от начинаю отступать ими пускай торпедки работают по викингам ну а стрекозы вот как видите то есть там потихонечку они на стопе разбирают викингов здесь уже и дельты начали делать игроки потому что со стрекозами как-то нужно бороться видимо голд воздух подрубается чтобы выбивать стрекоз и снова идет застройка торпедками то есть флот нам накопить не можем просто-напросто нам приходится постоянно выбивать эти торпедки чтобы они не построились заходим выбиваем одну строящуюся начинаем вот эту фокусить но у нас мало флота чтобы выбивать этих викингов остается 4 аллигатора ну и пытаемся все-таки мы как-то пробиться пробиться но не получается то есть викингов много аллигаторов недостаточно идея была выбить вот эту торпедку и тогда бы здесь вообще стрекозы без задева могли работать вот прям над верфями можно было встать и чисто стрекозами добить но броули почему-то отступил решил сгруппироваться с до заказом и мои два аллигатора погибли снова строятся торпедки снова мы начинаем заходить отсюда то есть я по-прежнему в третьем штабе сижу все полностью в производстве аллигаторов и стрекоз броули вот начинает выход в четвертый штаб снова мы валим эти строящиеся торпедки то есть одну выбиваем сейчас добьем наверное вторую да но вот это вот который самого начала стоит мы так и и пробить и не можем у зеленого игрока уже очень много викингов мы аллигаторов сливали об торпедке и вот тут такой неприятный момент даже по миникарте можно видеть сколько зеленых точек и начинает в общем зеленый игрок нас пробивать здесь остались одни стрекозы несколько аллигаторов вот две торпедки снова торпедки выстраиваются идет контратак от зеленого игрока присылаю весь до заказ сюда плюс у броули вылезли еще несколько аллигаторов ну и плюс стрекозы ни одной торпедки не остается перехватывает инициативу синий игрок то есть занимает эту площадь своими торпедами еще броули это прекрасно понимает то что нельзя дать ему поставить эту торпедку иначе это будет все гг выбиваем ее выбиваем оставшихся викингов и отступаем сейчас наверное броули снова будет выстраивать здесь оборону которую мы потеряли но мы сейчас полностью слили весь флот то есть у зеленого игрока синий час маленечко будет восстанавливаться у него есть время и броули снова выставляет вот так вот три торпедки потому что такую инициативу которую он взял самого начала через строй двор терять ну реально нельзя успевает достроиться торпедные платформы начинают принимать этого викинга ну и снова идет перепалка здесь уже пошли кстати посейдоны флота не так уж и много тоже наверное нет я еще в 4 не иду я вот коплю на него и здесь в принципе флот чисто от зеленого игрока то синего самого начала мы щемили то есть две верфи выбили потом тут с торпедками он флот не может набрать задача выбить посейдона потому что стрекозы не могут сейчас работать полноценно фокусим фокусим но я понимаю что я сливаюсь и решаю отступать зеленый игрок тоже маленечко выдвинулся вперед то есть от своих торпед и сейчас можно я думаю его будет попытаться принять тут вот даже торпедка до посейдона достреливает то ли не до контроля то ли чего не знаю принимаю бой от этих викингов они как бы шутные остались их добираем вылезает второй посейдон и как-то вот мы так прочитали мысли друг друга думаю здесь торпеды они перегруппироваться ли нам на этот фланг и попробовать пробить именно зеленого игрока потому что мы 15 минут топчемся на месте начинаем бой уже на этом фланге вот у них не так уж и много плюс они как бы в посейдона одну верфь сделали соответственно викингов должно быть меньше чем у нас аллигаторов броули уже выставил третью верфь и вроде как бы даже пробиваем тащу сюда своих стрекоз тоже на этот фланг и здесь мы понимаем то что через торпеды мы уже не пробиваемся аллигаторы полудохлые все их мало и лучше сейчас на самом деле отступить стрекоз точу на этот фланг дабы подрашивать с тыла зеленого игрока я решил к нему на базу залететь тоже выставляю третью верфь у броули уже три пашет он тоже ставит два авиазавода здесь пишет что карта плохая но тяжелая тяжелая карта конечно но она как бы тяжелая для всех я считаю как для конфедерации так и для сопротивления то есть морские бои в топе они всегда тяжелый и вот здесь у зеленый игрок допускает ошибку плюс и синий небольшим до заказом пусть армию они растянули начинают выдвигаться в атаку но убрали ровная колонна стоит ровная шеренга плюс мой до заказ и мы начинаем этот морской бой очередной давайте вот так может разверну сенсор не слушается в общем здесь явно численное преимущество с нашей стороны то есть перебиваем и потихонечку этот флот давайте на x2 до заказ идет по-прежнему у меня третий верх тоже выстроилась ну и в принципе викингов мы всех этих раскидываем но контратаковать мы опять не можем нам приходится отступать потому что там торпеда поясик то есть его пробить довольно таки проблематично тем временем посетила у меня идея выходить в альбатросы они однозначно нужны чтобы выбить вверх и игрокам здесь мы начинаем выстраиваться то есть поняли что только на 18 минуте так скажем закончился наш продолжительный раш потому что это был в принципе я считаю что раш с ранних минут мы начали атаковать и вот он продолжался продолжался здесь мы остановились решили копить силы потому что в 2 в 3 аллигатор атаковать такое себе стрекоза у нас стоят я залетел кстати сюда здесь ложки стоят и ничего у меня не получилось со стрекозами то есть они у нас будут сейчас тупо мешаться потому что они нам теперь уже явно не нужны когда есть посейдоны какая-то ровная флотилия выстраивается вот так вот даже выставлю по четвертым штабам почти по полку но я произвожу еще альбатросов броули два авиазавода поставил до стрекоз и мы решили совместно попробовать стрекозами зарашить синего игрока здесь встречная разведка циклоном летит залетаем на базу к синему но он здесь тоже грамотно наставил кучу пушек плюс торпедки отрабатывают и стрекозы это мясо слава богу что мы их слили потому что тупо забитая к в начале они работают дальше беспонтовая идея ну какие то ли разведка прибежала то ли чё непонятно пытались они выбить аэродром посылая в общем три своих альбатроса выбивать вверх второго уровня именно выбиваю потому что третьего уровня тремя альбами я бы не пробил и сколько у нас 2 альбатроса было потеряно чисто на то и посейдонами но мы выбили одну верфь зеленому игроку синий так в двух верфях потому что третью ему просто ставить некуда чисто физически с этой стороны его зажали верфи он мог бы наверно поставить если бы выбил вот ну не знаю электростанцию вот эту примеру убрали бы они он поставил бы сюда и с дешку и тогда бы вот он смог вперед куда-то сюда поставить тоже третью вверх а так он чисто физически не мог это сделать я понимаю что скоро мы пойдем в атаку это сто процентов потому что по фулку практически но здесь конфедерат то ли опять же заагрился у них флот то ли чего в общем 4 викинга вперед вылезли сразу начинают огребать и снова у них вот растягивается ну а мы стоим широкой линии и начинаем принимать такое эпичное сражение идет я заблаговременно выстроил торпедки то есть два строй двора еще выкинул и вот сюда вот еще торпеды выстроил думаю если мы сольем флот чтобы мы торпедками могли спокойно отбиться ну и вот оно самое грандиозное наверное сражение этого боя то есть по фулку практически флота идет чисто перестреливание до заказ по-прежнему пашет якобы там насколько я помню 3 альбатроса да вот я их произвел и сейчас полетим снова бомбить снова вверх именно до викингов нужно сокращать производство потому что флот мы сейчас перебьем они построили еще несколько торпедок вот еще 5 тут уже пять штук выбиваю я еще одну верфь снова теряю 2 альбатроса не знаю сейчас этот упадет или нет нет один все-таки возвращается ну и флот мы в принципе перебиваем то есть опять же здесь торпедки помогают аллигаторов у нас больше явно они у меня конечно все полудохлые но я здесь решаю что сделать то есть уйти вот в этот аппендицит потому что викингов не особо много мне посейдоны прямо они нервируют то есть я решил с броулю отступает он не стал сливать свой флот то есть полностью отступил на я вот своим отрядом выхожу сюда и начинаю пытаться убивать флот именно зеленого игрока вот этих посейдонов викингов броули это тоже прекрасно видит группируется с до заказом потому что у меня здесь его на самом деле на исходе один на один и он подтягивает свой флот сюда мы группируемся до заказ у них всего идет через три верфи сейчас а у нас 6 то есть мы их сейчас передавливаем просто посылаю одного альба дабы хоть какой-то урон по торпедкам нанести пробиваем ну и в принципе здесь идет заход уже нашей флотилии огромный до заказ по-прежнему пашет добиваем последнюю торпеду зеленому игроку строящиеся естественно не успевают достроиться и зеленый игрок сейчас с моря полностью выбит пытается он еще воткнуть сюда торпедку но две верфи уже шесть верфей никак не остановит плюс либо при поддержке альбатросов здесь я уже забил на весь флот решил в наглую просто выбить штаб броули я не знаю куда стрелял я чисто фокусил штаб вот штаб я забираю чтоб больше ничего не строилось ну и идет чисто уже добить и потому что исход боя однозначно уже за нами батросом тоже пробиваю дамажем чуть-чуть торпедки броули почему-то опять отступил снова весь мой флот воюет в одиночку с торпедками не сдается синий игрок до последнего пытается выстроить торпедные платформы но тут смысла уже бы все прекрасно мне кажется понимают никакого абсолютно не было в отстройку идти против сопротивления тоже такое себе когда тем более есть альбатросы авиация да и отстраиваться на этой карте особо некуда в углы только зеленый игрок кстати тоже выстроила так вот штаб видимо за ресурсы ракетку но я не знаю было ли смысл и просто чисто идет добитие бас такой вот ребята бой нормальный я считаю морской бой то есть ни на минуту бой не прекращался все 30 минут практически бой но был там период на 18-19 минуте когда мы сделали небольшую паузу чтоб скопить силы плюс я перегруппировался на альбатросов защитил базу тоже торпедками потому что на самом деле две торпеды против флота конфы это очень рискованно я на самом деле играл если бы аликов мыслили меня бы моментально просто пробили комментируйте понравился вам бой или не понравился всем спасибо за просмотр всем пока 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 пока